Путешествие начинается. Автобус с инструментами и основной части коллектива уже в пути. Часть коллектива на своих машинах добирается. Время по бортовому журналу 7 часов утра 11 минут. Если вдруг кого-то интересует, каким образом на больших фестивалях типа нашествия происходит смена артистов, как получается быстро менять, почему перерыв всего по 10-15 минут, то вот вам ответ. Мы стоим прямо на сцене и смотрим на то, как это сделано. Вот выкатываются такие рейзеры на колесиках и отмечается специальным скотчем с названием артиста, где он находится. Вот посмотрите, здесь вот меточки от других артистов, которые уже отчекались. Соответственно, когда отыграет наш артист, рейзер быстренько укатывается на колесах и выкатываются из-за сцены другие подиумы и ставятся на эти меточки. А на подиумах уже все стоит расставлено. Вот так вот и получается за 15-20 минут все выставить. Игорян, можно к тебе обратиться с вопросом? Мы уже тут пишем. Объясни, пожалуйста, почему все работают на саундчеке? А я ничего не делал? А ты стоишь с блонденькой, да, общаешься. Вот мне еще не включили клавиши просто. Мне все время в последнюю очередь включают. Володя, расскажи нам, как проверяется саунд, а самое главное, людям далеким от сцены объясни, вот что вы там все время крутите, какие-то крутилочки. Ну, на самом деле, последовательность очень простая. Всем привет. Грубо говоря, включается в сеть вот эта вот вся цепочка. Эта цепочка, она как раз, да, собрана в сеть. Последовательная цепочка. Да, это, кажется, хаос, на самом деле это не так. Тут все очень структурировано и как бы все идет. Вот радиосигнал идет вот отсюда, идет вот сюда, приходит вот в эту коробочку с надписью «Тессеракт» и дальше, значит, идет по цепочке и поступает вот в ту вот черную коробищу с надписью «Маршал». Ну, вот, собственно, в данном случае мы видим стек, да, и получается вот такая штука. Расскажи нам, пожалуйста, мы уже знаем, чем гитарист занимается на саундчеке, а вот что ты делаешь? Смотрю, чем занимается гитарист. Я вот серьезно, вот нажимаю кнопочку, там начинает играть у барабанщика в руки, клик, сзади картинка. Клик идет и мне, и Игорю, и Роману. Вот. По большому счету, ты самый главный человек на сцене, получается. Если ты кнопочку не нажмешь, ничего не запустим. Это командный спорт. Достижение, я надеюсь, сегодня мы удовлетворим. Мы находимся сейчас позади главная сцена, она находится впереди, а это зона, ну, так называемая VIP-зона. Здесь есть места, где можно поесть, ресторан, фудкорт, всякие различные заведения, которые мы сейчас обязательно посмотрим. Да, помимо того, что русское поле не может обойтись без русских пирогов, естественно, не может обойтись без правильно приготовленного плова. Посмотрите, ребята, все натурально. Натру продукт. На дровишках делают нам плов заботливые повара. У нашествия, как у любого уважающего себя крупного рок-фестиваля, есть, собственно, сувенирная продукция. Давайте посмотрим, что здесь предлагается. Ребята, расскажите, что у вас за сувениры есть. Ну, кстати, я хочу сказать, цены вполне себе приемлемые. С какого вы города приехали и на кого? Город Дубна, ну, в первую очередь на Луну, на самом деле. Ленинград сегодня, они закрывают. Ну, просто обязательно должны побывать. И на стрижение у нас Питер, а главный гость сцены – это Южно-Сахалинск. А вы здесь познакомились? Или специально встречались? В 2016 году мы здесь познакомились, да. А теперь здесь встречаемся? Да, теперь здесь встречаемся все вместе. Сахалинск. А ради кого стоит приезжать сюда? Ленинград однозначно. И сколько часов летел? Восемь часов перелет. Я считаю, что нашествие, хорошее, качественное, традиционное нашествие, не может обойтись без грозового дождя. Маленький лайфхак для тех, кто собирается впервые на нашествие. Нужно надевать такую обувь, которую вам не жалко. Снимаем практически под проливным дождем. Мы забрались на территорию палаточного лагеря, чтобы показать вам, как устроен быт гостей нашествия. Мы идем, видимо, по главной улице палаточного городка Ленинград, так называется. Посмотрите, здесь живут наши поклонники. Жалко, их там нет. Для какого монастыря вы собираете средства? Мы собираемся построить храм Перегара на спирту. Из какого вы города и кого приехали посмотреть? Из Омска приехали. Мы из Москвы. Мы приехали из города Балашиха. А из какого города? Я из Челябинска. Ради мельницы, ради луны, ради князя. А почему здесь, а князь там? Ну, так получилось пока. Приехали ради самого фестиваля нашествия. Не на всех получается сходить, но на всех очень хочется, благо все слышно. Сегодня, наверное, самый классный для нас лайнап. У нас больше исполнителей, которых мы хотим посмотреть. Например? Например. Ленинград, Кормухина послушать. Из Агаты Кристи. У вас Самойлов. Вадим Самойлов. Вадим. Ну, почти, да. Ну, почти угадали. Я слушала, блин, Арбенину, то есть многих. Хотела пойти на нервах, но, блин, они далеко были, а были вечером, меня не отпустили. Мы из города Берлина, мечтали 19 лет сюда попасть. Сыну исполнилось 19 лет, и мы попали вместе с ним сюда. Ради кого? Ну, понятно, он уже своих фаворитов увидел. Это был князь, который всех королей шутов исполнил. Ну, а я Арию жду. С ней родился, с ней, наверное, и помру. Скажи, меня зовут Алиса, и я приехала на Алису. Кзабреби. 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 Ну, тут мало, народ у нас не сильно щедрый, к сожалению. Короче, нам все нравится. Мы немножко, поскольку трезвые, ходим немножко в шоке. Это наше первое наше счастье. А, сочувствую, сочувствую. И мы мало пьем. Вчера выиграла Большого Медведя в тире. Вот. Мы находимся в общей зоне. Основная фан-зона, где без всяких вип-пейджиков, самое трушное, самое, что на есть кайфовое место. И здесь тоже свои ресторанчики, кафешечки, магазины сувенирок, футболочек, всего, чего вам только в душе угодно. Мне хочется отметить, что на нашествии есть зона для людей с ограниченными физическими возможностями. Специально дорожка проложена, пандус и отдельная трибуна, с которым все видно. На нашествии переменчивая. У нас уже успели высохнуть футболки, шорты, трусы, все, что намокло до этого. Я из города Щелково. На нашествии я приехала ради князя, пикника. 25-17 и еще. А, Мордор. С Подольска приехали ради нашествия всего. А кто вам понравился из тех, кто уже выступал больше всего? Из тех, кто... Алиса. А из тех, кто еще будет выступать? Самой Лавы. Из Московской области. Поселок Восход. Ради кого это Кипелов, но жаль, что его не было. То есть вы зря приехали, получается? Конечно нет. Это же весело, это праздник. Ну, тут очень много исполнителей моих любимых. Сейчас буквально только что с князей пришли. Вот так, сам с города Клин. Я из Шестербурга приехал ради ФПГ и Луну, но их поставили вместе, поэтому я немножко не наволен. Донесите эту мысль организаторам. Сколько лет вы уже ездите? Я 4, она 2, она 3, она 7, первый раз. Ну и как? Женился вчера. А здесь что, есть такая услуга? Вот она лежит, смотрите. Она курсе? Вот же она. Она не спит? Покажи кольцо. Подтверди, что ты не спит. Но покажи. Я не могу говорить. Да еще ищу. Где твое кольцо? Поздравляем. Да ладно. Ну дождик же дано. Да, это оно. Браки заключаются на нашествии. Да, я не знаю. Я говорю, что пить нельзя. Мы из Подмосковья, есть такой город Воденцово. Сгоу. Я из города Мурманск. Я приехал нашествии в качестве участника. Я выступаю на сцене Высоцкий пиас. Мы с большим удовольствием ходили на Кукры Никсов, например. Ходили вчера на Алису. Нам везет. Наши любимые исполнители обычно наступают вечером. Поэтому как раз быценька сворачиваем работу и бежим слушать музыку. Сегодня кого будете слушать? Сегодня мы сейчас отпросимся. Нас отпустят на Самойлова. Мы ночных снайперов слушали. Правда так, одним ухом. И позавчера, когда засыпали, в палатке слушали кавер из серфера газа. На самом деле приехали, ну я, на Луну. И потому что нам нечего делать было дома. Прекрасно? Это было прекрасно. Тебе здесь нравится? Да. Чертовски. Я бы сказал, чертовски нравится. Я считаю, комментарии излишни. Скажи, пожалуйста, ты же первый раз в «Нашествии». Тебе все нравится пока? Ну я уже. Да, хорошо. Молодец. Такой вопрос на воображение. Как думаешь, какая иностранная группа могла бы выступить в «Нашествии», чтобы это гармонично было? «System of a Down». «И мир густурица» номер один, мне кажется. Мне кажется, да, прям идеально он сюда встает. А как думаешь, вообще, настанет такое время, что «Нашествие» расширит свои рамки? Ну, если радиостанция расширит, так и «Нашествие» расширит. Но вообще, конечно, не хватает такого фестиваля демократичного, широкого охвата международного. Да, есть такое дело. Потому что здесь либо супермодные, там пикники, афиши всякие, либо так и «Серьмя», вроде «Нашествия». Ну, что, конечно, нужно что-то посередине, чтобы было тоже. Насколько сложно было здесь у нас плейлист составить? Очень сложно. Потому что 40 минут, коротко. Надо и новое показать, и старое. Все скомкано и очень тяжело. Было составлять, ну, составили, сыграем, собственно говоря, да. Будем оперировать на то, что не бывает плохих песен, бывает мало эфиров. Вот то, что в эфире, то и сыграем. Сложно какую-то одну группу сказать. Мне кажется, что очень многие группы вписали в формат «Нашествия». Ну, очень легко. Ну, самое первое, что приходит. Прямо чтобы сегодня вместо Ленинграда бы нормально смотрелось. Да, даже если бы это был «Рамштайн», например. Или там, конечно, не знаю, да та же «Металлика», чтобы все на ушах ходили. Ты поспал? 44 минуты где-то так. Мы с Саней включили фильм «Нечто» и смотрели его. Значит, я поспал где-то часа два под фильм «Нечто» вместе с Андрюхой. Блин, я... Нет! Это напомнило нам наш перелет из Крыма сюда. Значит, мы были с Андреем в одной комнате, смотрели фильм «Нечто». Опять не так. Опять не так. Ты не можешь врать. Короче говоря, значит, я был один в комнате, смотрел с Андрюхиной флешки фильм «Нечто». Так. Да, окей. Значит, я под начало фильма заснул и проснулся на титрах как раз. Андрюха на титрах уже слежал рядом. Вопрос на воображение, как всегда, наш любимый. Как ты думаешь, какая иностранная группа могла бы гармонично вписаться в нашествие? Сейчас скажу... ИСМС. Как обычно задаешь какие-то вопросы, просто на которые не знаю, есть ли ответ в принципе. Да на самом деле... Думаю, что да. Ну, в силу того, что... Ну, как бы рамки жанра, они все равно примерно одни и те же, поэтому... Любой, мне кажется, какой-то такой более-менее актуальный артист, ну, вписался бы, да. Вот те же какие-то «Нофиг по Тивз», но они легко, мне кажется, отработали бы здесь, ну, и вписались бы хорошо, органично, да. «Нофиг по Тивз». Ну, «Роял Блуд», конечно. Блак. Ты скажешь, что я их спал? Это шутка, да, какая-то? Шутка, реально, посмотри, он уехал, вот Саня стоит. Саня, мы сейчас отдельно снимем. Как это получилось, в чем твой секрет? Не, не, я реально, я приехал в гостиницу, сразу лег спать. Все. Просто. Я принял душ и лег спать. И проснулся перед выездом. А, Блэц, молодец. Если бы это был «Радио Хэд», то я не знаю, на нашествие было бы, наверное, 500 тысяч человек, миллион человек. Интересное наблюдение, что пока мы наших ребят спрашиваем, какая иностранная группа лучше всего войдет в лайнап нашествия, на сцене играет песня «Mosco Calling» группы «Парк Горького» на английском языке. Парк Горького Парк Горького Парк Горького